Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну, для начала мне хотелось бы узнать, кто у нас присутствует в чате. Преподаватели школы, младших классов, может, средней школы или воспитатель детских садов, чтобы лучше устроить нашу сегодняшнюю работу. Воспитатели пока. Психолог, воспитатель, школьный учитель, начальные классы, психолог. Хорошо. Ну что ж, музыкальный. Я пытаюсь в этом бегущем чате что-то уловить. Ну всё, благодарю, друзья, уже понятно, что и мне хорошо слышно и видно, кроме того, какой у нас сегодня контингент. Ну что, сегодня мы поговорим о такой вещи, как организация времени педагога в условиях работы с детьми. Дело в том, что когда мы сейчас перешли на онлайн-обучение, многие учителя оказались в очень сложной ситуации, им просто некомфортно, они не понимают, как работать, теряют огромное количество времени, при том, что они дома, они больше не тратят на дорогу, но на работу непривычный формат работы отнимает у них огромное время. Но мы сейчас поговорим не только о онлайн-образовании, а вообще, как педагогу экономить своё время, организовать своё время, чтобы качественно работать. Вот давайте посмотрим, вообще, что говорят о времени. Что, ну, время — это единственный невосполнимый ресурс, который утекает, испаряется, исчезает. Когда человек, потеряя деньги, потратит, он знает, что он их заработает, вернёт. То есть деньги возвращаются, что-то возвращается, а вот время течёт только в одном направлении. Но при этом есть ещё такая немножко фантастическая мысль, но научно доказанная. В космосе времени не существует. Прошлое, настоящее и будущее существуют одномоментно и взаимовлияют друг на друга. Некоторые утверждают, и даже есть исследования, например, в Адронном коллайдере, когда люди из настоящего меняли прошлое и предполагают делать какие-то опыты со временем, перемещением во времени. То, что можно что-то менять. Вот если бы кто-то попал в будущее и смог справиться с этим вирусом, который сейчас существует, с ним договориться, чтобы он жил себе мирно, тихо, спокойно, не нарушая нам, был бы наш покой, было бы, конечно, идеально. Или хотя бы посоветовал, а как это можно сделать, чтобы сохранить отношения с нашими детьми после того, как мы выйдем из карантина. Вот такой вопрос. Друзья мои, вот такой вопрос. Вам нужна лекция по организации времени или конкретная практика? Если нужна лекция, вы уже скачали слайды, можете сидеть, спокойно слушаясь, наблюдая за слайдами. Если же вам нужна практика, возьмите ручку-бумагу, я буду делать маленькие перерывчики, чтобы вы успели, успевали делать то, что вам надо. Так, вижу, вам нужна практика. Отлично, отлично. Потому что люди, которые посмотрели вебинар, после него уже ничего делать не будут. Мы посмотрели, поставили галочки, ушли. О, сколько активных людей. Так, у времени есть три закона, очень интересные, хотя не только у времени. Вот Сирил Мортон Паркинсон, это британский военный историк, он не психолог, занимался проблемами бизнеса менеджмента и вывел следующие законы. Так, кто-то пишет, что нет звука, но поскольку все остальные пишут, значит, у всех есть. Это индивидуальная проблема, которую как-то надо перезапустить, что ли, страничку. Так вот, первый закон Паркинсона как раз и касается времени. Работа заполняет время, отпущенное на нее. Что это означает? Вот я, когда готовлю слайды к вебинару, к каждому вебинару у меня где-то 30-35-40 слайдов получается. Бывает день, что я справляюсь за полтора-два часа, а когда у меня много времени, я никуда не тороплюсь, занимает 5-6 часов, а то и 2-3 дня. То есть, и сказать, что качество при этом меняется где-то больше, где-то меньше, то вряд ли. То есть, количество затраченного времени абсолютно не влияет на качество, но оно полно, работа заполняет полностью отпущенное время. Если я планирую определенное количество времени на какое-то действие, то оно его занимает. Если я не ограничиваю это время, то и затраты получаются безограничными. Вот это один из законов, которым мы будем потом регулировать, ограничивать наше время, наши каждые действия временными рамками. Второй закон тоже очень интересный. Расходы растут с доходами. Оказывается, когда у нас увеличивается доход, у нас денег больше не становится. Мы просто их больше тратим. В итоге до зарплаты как не было, так и не бывает, да, если у кого-то есть такие проблемы. То есть, одно от другого не зависит. Тут вопрос совершенно в другом. Насколько мы можем регулировать финансы? То же самое, насколько мы можем регулировать наше время. И третий вопрос, вот очень сильно касается нашего онлайн-образования. Рост приводит к усложненности, а усложненность – это конец пути. Так что, дорогие друзья, мы будем искать не усложненность, а простоту. Кто за простоту? Чтобы сделать всё как можно проще и как можно качественней. О, вижу, плюсики пошли. Идём дальше. Друзья, почему нам не хватает времени? Вот напишите, почему у вас не хватает времени? У каждого своя проблема, своя причина, из-за чего не хватает времени. Работа онлайн. Так. Угоду? Нет. Неправильно планируем. Ага, так, вы думаете, что неправильно планируете. Много пишем, да, распределение не умею. Ага, поскольку есть желание сделать хорошую работу, много, большая семья, трудно распланировать времени, много документации, ага, не умею распределять приоритеты. Слушайте, у нас очень осознанно и у публика. Вы прямо пишете расшифровки, потому что многие, и берёте ответственность на себя вот с этого самое важное начинается. Не то, что начальство требует много документации, а то, что я не умею распределять. Как только мы взяли ответственность на себя, мы можем что-то изменить в своей жизни. Поэтому, браво вам, аплодирую, друзья. Идём дальше. А для чего нам нужно время? Вот как раз сейчас и поговорим о распределении времени. Вы, наверное, видели или слышали про эти банки. Как-то один преподаватель, ну, показывает, университетский преподаватель, поставил на стол большие камни, мелкие камни, песок и воду и сказал, заполните вот эту банку. Ну, попытались, если заполнить его в начале песок, мелкие камни, большие, то большие камни не помещаются. Он показал другой способ. Вначале заполнил крупные камни, потом мелкие и в конце мелкий песок. И даже ещё и заполнил водой. Оказалось, что всё поместилось в эту банку. Говорит, это ваша жизнь, это ваше время. Когда вы вначале занимаетесь главными вещами, большими вещами, то у вас хватает времени на мелочи, на всё остальное текущее. Но когда вы заполнили это время маленькими, суетными какими-то действиями, то у вас не получится туда успеть по жизни сделать важные вещи. Поэтому наша самая главная задача – найти то ценное, главное, которое нам в жизни нужно. Давайте будем искать, а как же понять, что же наше главное? Что главное? Во-первых, мы все хотим чего? Счастья, друзья мои. Вот кого не спросите, все хотят счастья. И вот такая фраза, такая мысль, которая ещё пришла со времён Аристотеля. К счастью, мы стремимся ради него самого. А любые другие цели – это здоровье, богатство, красота или власть – важны для нас только в той мере, в какой мы ждём, что они сделают нас счастливыми. На самом деле мы хотим быть счастливыми. Но дело в том, что иногда мы акцентируем наше большое внимание на богатство, на одну какую-то вещь и забываем, что этот путь мы выбрали для того, чтобы идти к цели, идти к цели, к счастью, а застряли на этом пути. Итак, раскладываем наше счастье на составные части. Что лично вам нужно для счастья? Вы сейчас берёте ручку бумагу, вот то, что мы подготовили, и, пожалуйста, напишите там, можете даже в чате написать, что для вас счастье, что вам нужно для того, чтобы вы были счастливы. Я сейчас дам тишину, чтобы вы немножко подготовились. Любовь и уважение, гармония и спокойствие в семье, душевное спокойствие, здоровая семья, здоровье, здоровье близких, спокойствие, меньше онлайн-работы. Да-да-да-да-да. Хорошо. Хорошо. Так, отлично. Ну что ж, теперь продолжим дальше. Давайте посмотрим, что же идёт у нас дальше. Хорошо. Ага, благополучие, здоровье близких. Отлично. Всё. Учёные, ну, психологи, менеджеры, бизнесмены сделали вот такое колесо баланса. Конец карантина. Это счастье. Да, друзья, смотрите, колесо баланса. Когда в нашей жизни сбалансированы несколько сфер, вот эти главные сферы, то мы счастливы. Какие это сферы? Наше здоровье, физическое, эмоциональное здоровье, отношения. Отношения с коллегами, отношения с друзьями, наш дом, наш дом, наша семья, если отношения в семье. Личностный рост, то, как мы развиваемся, как мы самореализуемся, насколько у нас хватает финансов, насколько качественно мы отдыхаем. И, конечно же, личная жизнь, любовь, морковь, романтика, всё самое главное. Если в нашей жизни присутствуют эти восемь компонентов, то мы просто счастливы. Вы вот можете сейчас написать вот эти восемь пунктов и по десятибальной у себя в тетради отметьте по десятибальной шкале, насколько вы считаете реализованы, довольны вот этими сферами. Прямо сейчас, на данный момент. Это первое. Здоровье, отношения не надо писать в чате, потому что вам придётся по восьми параметрам писать. По восьми параметрам. Прямо у себя в тетради пишите. Здоровье. Насколько вы чувствуете себя здоровыми прямо сейчас? У кого-то может быть шесть баллов, у кого-то десять баллов, у кого-то два балла, когда есть проблемы. Следующий вопрос. Отношения. Отношения. Как у вас строится отношение с коллегами, с друзьями? Вот заполните у себя, потому что после этих цифр я скажу, что с ними сделать. Отношения в семье. Личностный рост. Насколько вы сами развиваетесь? Насколько вы чему-то учитесь? Потому что если вы чему-то учитесь и развиваетесь, то вы чувствуете себя самодостаточной личностью. Вы бейте своё место в этой жизни. Самореализация. Насколько вы проявляете себя. Иногда вот школьные какие-то правила, она заставляет загонять в какую-то рамку, и мы не можем реализовываться. Вот эта рамка, когда мы находимся в четырёх стенах, тема нас раздражает, что мы не можем реализовать все те действия, которые мы хотели бы. Наша задача сейчас найти другие способы самореализации в условиях вот этих четырёх стен. Это финансы, отдых и личная жизнь. Ну что ж, вы записали. Так, отлично. У многих вижу большие цифры, более критичные, ответственные, пишут и пониже. Ну что ж, идём дальше. Сейчас наше время, мы будем говорить о времени, на что учитель тратит своё время. Это наш внешний вид. Конечно, мы одеваемся, готовимся, это подготовка к работе. Та подготовительная часть, когда вы собираете материалы, делаете что-то. Уроки. Сам процесс работы в детском саду или в школе, в музыкальной школе, где вы конкретно выполняете свои профессиональные обязанности. Следующая проверка домашних заданий и заполнение документации, то, о чём многие жаловались, что слишком много документации. У меня знакомые педагоги, педагог музыки в обычной средней школе жалуются, что она весь день проверяет до получения, до получения домашних заданий. Почему процесс не организован? Как сделать, чтобы его организовать, мы поговорим чуть дальше. Общение с коллегами, это одна статья, а вот с родителями, с учениками, особенно сейчас, когда всё непонятно, занимает огромное время. И, конечно, дорога, раньше дорога отнимала, особенно в больших городах, большое время. Теперь, милые мои, мы очень сильно экономим на времени. У нас время от кухни до комнаты, от комнаты гостиной до спальни. Так, особенно с родителями. Да, с родителями пока система не отработана, они всё время задают вопросы, особенно в младших классах и в детском саду. Марина Ефимовна, как можно скачать презентацию? Если вы смотрите с теле, с компьютера, то в верхнем правом, правой строке вы увидите папку. Там несколько значков, рядом папка. Нажмите на папку, там общедоступные ресурсы. Вы увидите и скачаете. Рассмотрим всё это подробнее. Как можно сэкономить на внешнем виде? Друзья мои, есть такое понятие капсульный гардероб. Когда женщина очень любит, не все, разно бывает. Я, например, раньше готовила 3-4 вида одежды, потому что я не знала утром моё настроение, какое платье выберет на работу. И тратила огромное время только на то, чтобы выбирать. Я могла 3 подготовить, а утром встать и 4-й найти. Да, друзья, сертификат будет в конце. И что же получилось? Как только мы подумали о такой вещи, как капсульный гардероб, то это сильно экономило время. Что такое капсульный гардероб? Когда у вас, вы знаете, к этой юбке подходит эта блузка, эта сумка и эти туфли. Не каждый день примеряйте, насколько это удобно, комфортно, а вы конкретно уже знаете. То есть один день вы уделяете тому, что компонуете разные компоненты одежды и знаете, что с чем подходит. И один день недели вы уделяете тому, чтобы распланировать, в какой день, куда вы собираетесь пойти. У вас вечер, концерт, мероприятие, обед, работа. Какой день, что вы оденете. То есть если один день в неделю, час вы выделите на то, чтобы подготовить всю одежду на неделю, вы сэкономите огромное количество времени. Вот это один секрет экономии времени. Это капсульный гардероб. Макияж и прическа. Но макияж, прическа, то же самое, вы подбираете заранее те вещи, которые вам подходят. Тот стиль. Если вы... Иногда очень полезно пойти к профессионалу, который вам посоветует, порекомендует что-то, и вы уже будете знать, как лучше все это делать. Тогда у вас хорошее настроение, все подготовлено, все готово. Заранее планируем гардероб и уход за ними. Очень важно заранее подготовить обувь. Причем есть такой секрет. Если обувь вы почистили прямо перед выходом из дома, намазали ваксом или чем-то, они очень быстро запыливаются, пыль вбирают в себя. Для того, чтобы они не пылились быстро, оставались долго чистыми, вы можете их чистить вечером заранее. А если еще и сбрызните раз в неделю пылеотталкивающим составом, водоотталкивающим, тогда их чистить будет просто легко. Сухой тряпкой протерли, и все, на всю неделю. И даже больше вам этого хватает, простые водоотталкивающие составы. Вот вам и получается экономия времени на внешний вид. Идем дальше. Пространство. Что нас больше всего отвлекает? То, что находится на столе, то, что вокруг нас. Сейчас рядом сидит моя мама и возмущается, и даже улыбается тихо, потому что у меня постоянно вокруг очень много вещей, которые могут отвлекать. Некоторым людям нужен какой-то такой организованный беспорядок. Да, в котором они легко находят вещи. Но все-таки, как только вы собираете лишние, ненужные вещи, которые вам прямо сейчас не нужны, вы экономите на том, что не отвлекаетесь. Уберите все, что мне нужно прямо сейчас. Выключайте гаджеты. У меня телефон, сейчас я работаю, он рядом, но он выключен. Я его могу использовать, чтобы посмотреть на время или что-то, если какой-то материал нужен. Но он не пиликает, не пикает и не отвлекает меня. На компьютере оставляйте включенной одну вкладку или две, только те, с которыми вы работаете. Остальные выключайте. Потому что ВКонтакте или Фейсбук начинает вам мигать пи-би-би-би, там моргает экран, что вам пришло сообщение, какая-то новость пришла. Ага, не должны по мнению руководства... Так, я сейчас почитаю чать. Как выключать телефон по мнению руководства? Мы чуть не спать должны, что постоянно... Ага, хорошо. Я к этому вернусь. Я к этому вернусь и скажу, что можно сделать с этим. Так, у меня слишком сильно перескочило. Закройте лишние окна в компьютере. Об этом, как быть на связи с учениками и с родителями, мы поговорим. Итак, планирование. Для каждого процесса выделите то количество времени, которое нужно для исполнения. Вот сейчас у вас ручки бумаги, вот напишите те процессы, которые вы делаете. Ну, давайте, к примеру, сегодня, что у вас планируется по учебе с детьми или подготовке к завтрашнему уроку. И, ну, напишите, сколько времени нужно. Сколько длится у вас провести, например, урок, если вы ведете прямой урок. Дальше. Сколько мы должны быть постоянно на связи? Хорошо. Пусть так говорят. Но это не обеспечивает качество связи. И вы всегда можете учить... Сейчас я скажу. Если у вас будет регламентировано, вы ничего не предлагаете руководству конкретно. Поэтому возникает дилемма. Руководство говорит, будьте на связи. Хорошо. Я на рабочем месте. Я работаю. И на связи я в определенное время. Спросите конкретно. Если во время урока мне позвонит в телефон обычной школе, я должна быть на связи? Нет, конечно же. Оставьте, планируйте перерывы и отдыхы, ваши друзья мои. Оставьте свободное время. И режим всегда помогает упростить быт. Экстремальные нарушения... А вот есть такая еще вещь. Экстремальные нарушения режима тренируют организм. Иногда некоторые люди не спят целую ночь или 2-3 ночи. Устраивать себе перегрузку планируемо. Это тренирует организм. Но не надо этим злом употреблять и регулярно это делать. Сейчас, особенно, когда нам нужно беречь иммунитет и организм, мы работаем четко по режиму. Напишите себе свой режим. Рабочий режим. И когда... Я сейчас скажу в конце, какие пункты. И этот готовый режим вы можете отправить руководству, если они у вас требуют постоянно быть на связи. Делегируйте некоторые процессы. Некоторые вещи ученики могут сами. Например, дети, когда в школе как-то решила сделать эксперимент, просто предложила во втором классе, во втором классе, чтобы они провели урок. По очереди распределяли, и раз в неделю кто-то вел 10-15 минут урока. Это был... Они сами выбирали те темы, которые хотели бы рассказать. Конечно, из мной предложенных я предлагала 2-3. Они выбирали, какую хотели. Очень интересно, как они готовились. Они сами рассказывали эту тему. Они сами подбирали тестовые материалы. Они были в восхищении от того, что им дали власть, право почувствовать себя взрослым и провести. Вместо того, чтобы вы сами провели урок повторения, повторить какую-то тему, вы можете поручить это детям. У нас в ДОУ тоже требовали, пока у ребенка не получилась травма, теперь тишина. Да, потому что если учитель все время будет отвлекаться на связь с другими, то это... Можно упустить главные вещи. Дальше. С родными и коллегами можно обменяться некоторыми действиями. Например, вы можете обмениваться готовыми учебными материалами. У кого-то одно готово, у кого-то другое. Обменивайтесь, друзья. Просто так обменивайтесь. Это не стоит денег. Это стоит дружбы всего лишь. То есть вы дружите вместе. У вас хорошие отношения создаются. Иногда ваши дети готовы что-то сделать. Если они сами хотят, то это великолепно. Близкие пусть делают. Иногда моя мама была учительницей. Я обожала, когда была ребенком, вместе с ней проверять тетради. Для меня это было, знаете, как ответственно. Я сидела и просто проверяла ошибки, а вот оценки выставляла уже сама мама. То есть мне нравилось это делать. И ваши родные могут вам настроить интернет-ресурсы. Дети это могут делать иногда лучше взрослых. Попросите их у кого-то внуки. Пусть сделают для них это в радость. Особенно если вы поблагодарите, приласкаете заголовку, скажете, умница моя, какой ты большой, какой ты умный. Вот и все. И у вас наладится внутренний семейный контакт. Смотрите, вроде бы вы сделали ради своей работы, но когда вы делали это радостью, с благодарностью, ваши родные что сделали? Они почувствовали эту благодарность, и у вас наладился внутренний контакт. То есть вы как бы за двумя зайцами сразу. А вот здесь как раз тот вопрос, который вы задавали. Друзья мои, выстраивайте свои границы. Да, обмен с некоторыми налажен отлично. У меня вот, наглядный материал. Вот, 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 друзья мои, вы уже сами пишете, как могут люди обмениваться опытом. Ребенок сам учится, раскрашивает наглядный материал. Вот, великолепно. Дети заняты, им нравится, они разобуваются, они чувствуют, когда маленький ребенок выполняет работу, которую делает взрослый, он чувствует себя взрослым. Это идет внутреннее самоутверждение. Самоуважение. Друзья мои, если у нас не хватает самоуважения, то наша дирекция садится нам на голову и заставляет делать какие-то вещи. То же самое делают родители, не все, не все директора, не все начальники, родители учеников, ваши собственные дети, сами ученики. Поэтому очень важно внутри себя просто сказать, я люблю себя, я уважаю себя по тому простому праву, что я человек. Если я сам человек, то я себя уважаю. Если я не уважаю себя, свое время, свою дистанцию, свою семью, свой профессионализм, то как я могу требовать этого уважения от других? Вот эта установка должна быть самая главная. Поэтому сейчас, пожалуйста, вдохните глубоко. Просто скажите, поблагодарите саму себя, самого себя за то, что вы есть, за то, что вы выбрали эту профессию и за все то, что вы делаете, даже в этих условиях и в любых условиях. Просто поблагодарите сами себя. А потом скажите, что вы достойны лучших учеников, лучшего начальства. И они достойны иметь такого учителя, как вы. И вот когда вы это почувствовали, я надеюсь, вы вот расслабились и немножко почувствовали вот это. Конечно, благодарю себя. Вот этот момент достоинства очень большое значение имеет. И надо разделение личных и профессиональных интересов. Пока мы ходили в школу на работу, на работе была работа, дома была семья. Теперь все смешалось. И главное недовольство, которое ощущают учителя, это именно в том, что вдруг профессия, работа ворвалась в семью. Она заполняет квартиру, все комнаты, включая туалет, куда вы ходите с телефоном, чтобы отвечать параллельно звонкам родителей записи. Или хотите куда-нибудь запереть дверь, чтобы уединиться от семьи. Или на кухне, пока вы готовите, а там телефон пиликает. Когда вы входите из комнаты в комнату, да хоть в спальне, творится этот ужас, этот постоянный ужас работы без конца, без конца, без конца. Милые мои, определите комнату, пространство вашей профессиональных обязанностей. У меня есть два места в квартире. Вот за этим столом или в другой комнате за тем столом. Если я отхожу оттуда, там нет работы. У меня есть кухня. Вот в этой же комнате я сажусь на диван, там нет работы. Вот на диване у меня семья, мама, близкие, что-то другое. Моё хобби, я могу там рисовать, а работа только здесь. Пространственно разделите, это вам сильно поможет. И мозг должен тоже отключаться. Что ещё помогает? Вы сейчас сидите дома и с дома ведёте работу. Переодевайтесь. Вы когда идёте на работу, переодеваетесь? Вот так же переодевайтесь, когда вы общаетесь с учениками, ведёте уроки, делаете задания. Вернулись домой, снимите, оденьте домашнюю одежду. Вот это простейшее переодевание действует волшебным образом. У вас мозг прямо переключается. Вся квартира один большой класс. Мозг не отключается. Вот так. Я сейчас читаю чат. А ведь ма это на носу, да? Если ты уважительно относишься к окружающим, то положительно, да, получаешь уважительное отношение. Да, друзья мои, всё взаимно, абсолютно всё взаимно. Бывает, что мозг даже не отключается ночью. Ну, что ж, для этого тоже есть инструмент, о чём мы сегодня поговорим. Подготовка к работе, которая занимает огромное время. Друзья мои, есть в интернете, в различных системах, планировщики, календарья, организеры. Что они делают? Если вы используете OneNote или Evernote, разные те планировщики, которые дублируются, синхронизируются на всех гаджетах, то есть домашний компьютер, рабочий компьютер, телевизор, и все они соединены, вы туда заходите одной электронной почтой, и там облачное хранилище, то вы в любой момент достаёте нужную вам информацию. Если вам раньше надо было рыться в ящиках, чтобы найти какую-то книгу, то вам достаточно в компьютере ввести в поисковой строке слово, и вы найдёте все материалы на эту тему. Если вы правильно работаете планировщиками, а их используете, они вам сильно помогут в этом. Причём в любое время вам пришла какая-то информация. Всё, вы сразу туда. Календари. Это то есть в календаре вы пишете, что вы планируете, когда, какой день. Чем хороши? Вы посмотрели на сегодня, посмотрели в разрезе недели, посмотрели в разрезе месяца, что там есть. Вы не упустите ничего. Вы можете сортировать, переставлять онлайн-календари. Вот главная задача здесь – синхронизовать записи на всех гаджетах, чтобы домашний компьютер, опять повторяю, рабочий и смартфон входили со мной почтой и были синхронизированы. Если у вас есть такие сервисы, к примеру, Evernote и какой-нибудь календарь, будет Google календарь, будет Яндекс календарь, они превосходно работают. Будут пикать, вам напоминать и всё, органейзеры. Это экономия времени. И ещё знаете, чем? Вот эти блокноты, куда вы пишете эту информацию. Дело в том, что у вас каждый год ведь приходят новые группы, новые классы, у вас информация сохраняется. Вы можете в следующий год, через три года, использовать тот же материал учебный, который вы когда-то делали. Ни одна ваша наработка не потеряется. И в облачном хранении, даже если у вас компьютер перегорит, там бывает всякое, если оно хранится в облачном сервисе, вы всегда его найдёте. Так, идём дальше. Общение с родителями. Вот, самое больное дело. Мне каждый день приходится писать листики, что на сегодня выполняется, что на завтра, что бывает. Да, листики вы каждый день утром переписываете и ставите перед глазами. Зачем? Когда рука пишет, в это время вы осознаете, что тут лишнее, что можно убрать. То есть вы можете составить программу, план на целый месяц вперёд, на неделю вперёд. А утром сегодня достали и посмотрели, насколько актуально. Некоторые вещи уже не актуальны и приходится переменять. Вот. Хорошо. Общение с родителями и учениками. Друзья мои, мы сейчас можем использовать Viber, WhatsApp, VK. Это общение, это не уроки. VK – закрытая группа. Чем хорошо закрытая группа VK? Где-то, хотя я в интернете читала, что где-то учители запрещали, запретили VK строить группы. Скажу по секрету. Все дети имеют аккаунты VK. Даже если там считать, что старше возраста должны быть, им всем родители открывают, они все там сидят. Родители сами осознанно открывают, иначе дети будут там заводить аккаунты, тайно завышая свой возраст. Поэтому умные родители сами открывают. Итак, закрытая группа. Что дают? Вы туда, оттуда вы можете делать прямые трансляции, то есть объяснить новый урок. Туда вы можете записать общие слова, общие задания, какие-то вещи. Там вы можете в одном устройстве общаться с каждым и индивидуально, и в групповом виде. Так, вайбер. Насчет вайбера и ватсапа. Имейте две группы. Одна группа беседка, где беседуют, родители, им надо поделиться, рассказать всякой всячиной. Вот для споров, для переговоров, для этих своих собраний, которые они хотят задавать вопросы, отвечать. Отдельный чат. Другой чат чисто информативный, где вы выставляете объяснение уроков, где вы выставляете домашние задания, общие объявления. То есть там в этой группе не может писать никто, кроме вас, или можете дать доступ, скажем, председателю родительского комитета или одного человека, кто из них вот это делал. Пользуясь всеми видами. Ольга Константиновна, не рекомендую. Всеми видами не надо, потому что все виды будут затрачивать отдельное время. Всех соберите в одном месте. Или WhatsApp, или Viber, можно плюс еще VK. Если два, то один мессенджер и VK закрытая группа. Сейчас самое главное, что многие учителя, я просто по общению со знакомыми, с родными вижу, что делать. Они задают детям домашнее задание. Причем как? С детьми вообще не общаются. Viber пишут задание для родителей. Родители берут, пытаются понять, понять, как этот урок объяснить. Мучаются, бесятся. Не могут понять, как этот урок объяснить, потому что, скажем, вот современные учебники объясняют совершенно по-другому. Вы объясняете совершенно не так, как родители видят. На то и вы профессионалы-педагоги, а они нет. Поэтому объяснение урока вы должны делать сами. Перекладывайте эту ответственность на родителей. Идем дальше, я что-то отстаю по времени? Ладно. Важно сохранить живой контакт с родителями, с учениками и беречь нервы родителей. Почему беречь нервы родителей? Потому что родитель, который взбесился, который ругается, начинает ругаться при ребенке уже на вас, на всю школьную систему. И тем самым принижается авторитет школы. А почему он делает при ребенке? Потому что некуда идти, милые мои. Они все дома, так же, как вы. Где-то уже нервы не выдерживают. Они должны. Поэтому из интернета в интернет, из чата в чат кочуют, как родители бесятся, ругаются нецензурной бранью. И говорят, пусть ребенок мой не учится. А бедные дети, хочу в школу. Какой-нибудь там ребенок, который раньше из школы убежал, сейчас лишь бы в школу. Почему? Потому что родители жалуются, какая плохая школа. Друзья мои, это вызов жизненной устроить. Так что мы делаем, сохраняем живой контакт. Как это можно сделать? Вот сейчас внимательно, внимательно и внимательно. Составьте график личных видеопосланий для каждого ученика. Когда вы на уроке сидите, вы же общаетесь с каждым учеником. Вот взять телефон, на него записать, включить камеру, простую камеру. Или, зайдя в Viber, нажать видеозапись, видеосообщение. И сказать, Мишенька, привет, я так по тебе соскучилась, дорогой мой. Мне очень понравилось, как ты работал на математике, сделал это задание. Молодец, продолжай так же. Очень жду, когда мы с тобой еще встретимся. Все, 30 секунд. 30 секунд. Ребенок счастливый. И вы с ним продолжаете быть на связи. Он вернется в школу, будет счастлив. Раз в неделю, хотя бы один раз в неделю. Уделите для каждого ребенка свое внимание. Как подсказать маме, которая всегда учит с дочкой после работы, а дошкольник мало уделяет внимания, но поздно ложит. Дорогие мои, новый урок вы не оставляйте на эти сайты, которые учу, учи, учиру и так далее. Я смотрела, милые мои, ваши дети привыкли к тому, как вы объясняете, а там тетеньки настолько медленно объясняют. У нас сейчас все дети гиперактивные. Если я буду в таком темпе вам объяснять какой-то урок, вы 30 раз отвлечетесь. То же самое с вашим ребенком. Не оставляйте на их объяснение. Объяснить новый материал в младшем классе – это от 3 до 7 минут. Вот 7 минут. Возьмите телефон тот же самый, если не Zoom, если ничего нет. Просто берете, говорите в лицо, а потом переворачиваете камеру и рукой пишете на бумаге, и ребенок видит. Ну что, ребята, понятно все, жду ваши домашние задания. Почему вы откладываете объяснение матери, чтобы мама сидела и ребенку объясняла? Нет, мама не должна объяснять ребенку ничего. Это ваша обязанность, это ваша работа. Не ленитесь, милые мои. У меня племянник месяц не видел своего учителя. Это недопустимо. Как учитель не может сделать видео-сообщение в первом классе ребенку и показать свое лицо? А вы же отрываете таким образом, кто так делает. Связь с ребенком. Этот ребенок придет после карантина, он знать вас не знает. Потому что он видит, что у соседнего ребенка, у племянника, учительница всегда на связи. А вот его учительница не на связи. Значит, та учительница любит свою работу, своих учеников, а вот это не любит. Вы можете быть великолепным учителем. Но если вы сейчас потеряли связь со своим ребенком, то все, вы не вернете его. Поэтому прямо сейчас с каждым ребенком общайтесь. Вот 30-40 секунд. Вот 30 детей, да, у вас в классе. 30 умножьте на полминуты. 30 минут в день уделите тому дважды в неделю по 30 минут, чтобы записать видео своим детям и переслать им личным сообщением. Личным сообщением родителю. Он откроет, увидит ваше лицо, человеческое лицо, не запись. Оценка не самая важная часть педагогического процесса. Ваши директора требуют от вас оценки, милые мои. Забудьте о них. Поставьте среднюю оценку за прошедшие три четверти. Среднюю даже с уклоном повыше. Лучше повыше поставьте. Это не важно. А сейчас дальше я покажу, как тестировать детей. И пусть дети знают, что они для вас значимы. Вот это самое-самое-самое. Вот сама объясняю, умница. Вот многие делают, для дошкольников информации будет. Конечно, вы же с дошкольниками то же самое можете видео сделать и родителям отправить. А почему бы нет? Вы же с дошкольниками тоже общаетесь. Вы, когда готовите материалы дошкольникам, вы можете их собрать вот в эти органайзеры. Органайзеры материалы, когда у вас все материалы собраны в одном месте. Это и есть для всех. Не только для школы, но и для детсадовцев. Вы можете выкладывать какие-то занимательные игры. Пусть, если дети в садик не входят, важно, чтобы они с вами общались, они вас видели. Расскажите, почитайте им сказку. Вот взяли сказку, почитали, записали и отправили. Дали им задание нарисовать. Они нарисовали, вы им прямо по телефону скажите, милый, какой ты хороший. Вот пригладьте ребенка. Так, читаю чат. Не думаю, что дети так привязаны им пофиг. Так, 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 это взаимно, дорогая моя. Если вы общаетесь с детьми, они поймут, что вы покажите, что вы с ними на связи. Вы покажите. Если вы показываете, что пофиг, извините мои, то да, так и получается. Способы записи новой темы. Вот некоторые темы вы можете записать на Zoom, УБС-студию, смартфоны. Вот то, что вы написали, записали на Zoom, это хорошая информация, которую вы можете, даже в присутствии учеников, вы можете записать только учебный материал без присутствия учеников. Тогда вы можете этот материал использовать и в следующие годы. Пойдет другой год, вы открываете. Вы можете детсадским детям и в Zoom, и в УБС-студию записать видео. Как это делать? Вот на нашем портале очень много видео есть на этой теме. Вы можете зайти прямо в группы, в YouTube-канал нашего портала Директ Медиа, и там увидеть, как работает с этими инструментами. Я сейчас об этом не буду говорить. Я пойду по тем инструментам, по системе в целом. Видеозаписи уроков мы храним в облаке на YouTube и даем доступ. Тогда все родители на связи. И это тоже... И в ВК в закрытой группе тоже можно высылать. Это и для детсада, и для всего. Так, на видео рассказывают стихи, песни посылают, выкладывают в чат от нашей группы. Прекрасно, прекрасно. Проверочные работы. Вот как можно давать проверочные работы? Потому что очень много времени мы тратим на проверку домашних заданий. Особенно сложно в том, что дети написали, потом сфотографировали, отправили. Это хорошо, так нужно. Но есть некоторые вопросы, вещи, которые можно очень легко упростить. Правильно, у нас директор изначально предложил себя снимать на видео. Верно. Что мы делаем? Мы заходим в Google Диск, нажимаем создать, открываем форму Google Формы и создаем в Google Формах вот такие тесты. В тестах даем несколько вариантов, выбираем правильные. И что происходит дальше? Друзья мои, как вы посылаете ученикам ссылочку, они пишут. Своё имя, свой класс и ставят вот в эти кружочки свои галочки. И что тогда получается? В итоге вам его привязываете к PDF-таблице. Там автоматически идёт это совсем несложно. Система сама оценивает и показывает. Вот я пробное сделала. Вот кто решил? Вот из четырёх вопросов четыре правильных. Из четырёх вопросов два правильных. И дальше в этой таблице вы конкретно видите, на какой вопрос кто что ответил. Таким же образом можно и открытые тесты делать. То есть не просто галочку поставил, но ещё написал какой-то текст. Это для старших классов более подходит. Но детям можно давать и разные тесты. Причём в эти тесты и словесные вопросы задавать, и картинками какие-то вещи, чтобы они нашли, галочки поставили. И вот вам система сама выставляет оценки. Вы один раз послали и говорите, выставить мне задание до шести часов вечера. Прекрасно. В семь открываете, потому что некоторые в последнюю минуту все у вас ответы готовы. Вам остаётся выставить свою оценочку легко и просто. Особенности общения в мессенджерах. Друзья мои, назначайте время, когда вы выкладываете задание и проверяйте. Всё остальное время у вас отключено оповещение. Что для этого вы делаете? Вы просто составляете свой рабочий график. И сообщайте родителям до 10 часов утра вы получаете домашнее задание. Или вы даже можете до 10 утра они получают домашнее задание. И выкладываете готовые ответы до восьми вечера. Всё. Конец. Вопросы вы можете задавать. Я буду открывать почту. Заранее предупреждайте. В три часа и восемь часов. Всё. Открываете в три часа. Открываете в восемь часов. Смотрите и понимаете, у кого какие вопросы. Благодарю. Уже благодарю. У нас ещё минут пять есть, друзья мои. И если вы посидите, то тоже узнаете ещё кое-чего интересного. Так. Здоровье. Вот такой вопрос. Хорошее здоровье – залог хорошего настроения. А хорошее настроение – залог крепкого здоровья. Вот такая дилемма. Что же делать? Во-первых, занимайтесь физическим здоровьем. Друзья мои, гимнастику для глаз делайте хоть на онлайн занятиях, хоть на живых, вместе с детьми. Просто глазами влево, вправо, влево, вверх, вниз, круговые движения. Гимнастика для глаз. Она нужна и вам, и детям. Родители вам скажут спасибо, и вы заодно отдохнёте. Делайте с ребятами зарядку, вы им показываете, сами отдыхаете. Дыхательные практики. Прогулки. Ну, сейчас немножко сложно с прогулками, хотя при желании прогулки тоже разрешают. Можно выйти около дома подышать. На балконе открывайте окно и дышите. Психоэмоциональное здоровье. Сократите количество входящей информации. Не смотрите в телевизоре страшилки. Вот ежечасные новостные информации, которые показывают, сколько человек заболело, что в мире произошло, где кого постреляли, убили. Не нужно вам всё это. Абсолютно не нужно. Займитесь медитацией, молитесь и созерцайте, друзья. Вот это вещи, которые сильно помогают. Слушайте вдохновляющую музыку и займитесь своим хобби творчеством. Когда вы рисуете, вышиваете или делаете то, что вам нравится, перебираете книжки. Кто-то любит перебирать старые фотографии. Вот сделайте, и вы отдохнёте. Это же такая радость. Общение с родными. Вот регламентируйте своё общение с родными. Как мы сказали, наше время должно быть отдельно. Дома отдельно, семья отдельно. Уделите достаточно качественного внимания. Когда вы вроде бы вся семья рядышком, но у вас внимание здесь, то здесь, то там, то здесь, то там, это некачественное внимание. И вы общаетесь с ребёнком, и с супругом, с мужем, с мамой, с папой, с кем угодно. И вас отвлекает, моментально отвлекаете. И что он думает? Ага, вот это ему важнее, ей важнее, чем вот я. А семья, друзья мои, это важнее всего. Родные, которые рядом с вами. Уделите им побольше внимания. И придумайте способы совместного времяпровождения. Или делегируйте им. Например, дайте ребёнку, подумай сегодня, как мы будем отдыхать вместе. Какую сказку будем читать. Что можно сделать? Играть в настольные игры. Совместно читать, делать театрализацию. Почему бы не сделать кукольный театр, представить? Или просто взять какую-нибудь книгу и ролями читать какое-нибудь театральное произведение, драматическое. Поэму, сказки Пушкина, тоже те же самые. Рисовать вообще классно делать в коллаже. Берёте из журнала, вырезаете какие-то вещи, делаете коллажи на определённую тему. Куда я пойду, когда закончится карантин? Присоединяю свою жизнь туда, там-то. Или сказку какую-нибудь почитали, понравилось, и всё, вы берёте и это делаете. Вот, Ольга Васильевна пишет, что у меня самые лучшие родители. Великолепно! Значит, вы самый лучший для них учитель, воспитатель. И делайте совместные ритуалы. Обеды, ужины и праздники. Ну, значение финансов слишком преувеличено, друзья мои, чтобы быть счастливым. И я вижу, друзья, все пишут, все было спасибо мне, что уже закончить. Я могу закончить, но у меня осталось два слайда. Я думаю, всё-таки полезно. Ничто на нас не действует на настроение так сильно, как наличие и отсутствие финансов. Когда у нас финансы есть, мы счастливы. Когда их нет, почему-то начинаем страдать. Друзья мои, задайте всегда один важный вопрос. Кто управляет ситуацией? Вы управляете деньгами или деньги вами? Если вы понимаете, что вы управляете деньгами, то вы понимаете, что вы их всегда заработаете. Не ожидайте, что государство или кто-то вам поможет. Пока вы будете ждать, что кто-то поможет, они могут не оправдать ваши ожидания. Поэтому уделите это время саморазвитию, отдыху, и вы найдете способы улучшения своего финансового положения. Причем, скажу вам, для педагогов не такие страшные времена. Есть люди, которые полностью лишились работы. Мы же просто перешли в другую ситуацию. И личностный рост, друзья, чего мы счастливы или несчастливы. Познание приносит радость. Новые знания повышают вашу компетентность, а следовательно доходы. Так что радуйтесь этой ситуации. Эта ситуация заставляет нам искать новые неординарные возможности. Ну что ж, на этом я уже заканчиваю. Все, друзья, заканчиваю, заканчиваю. Уже вы устали. Будьте здоровы, полны вдохновения, любви, и да пребудет с вами счастье. Вот здесь моя электронная почта. Если кто-то не получил слайд и не может получить, то вы можете или мне написать, или по тому адресу, который Татьяна Викторовна дала. Ну что, сейчас опять приглашаем Татьяну Викторовну. Она вам расскажет, где и как получить сертификаты. Так, благодарю вас. Благодарю вас за активное участие, что вы писали в чате. Конечно, это очень сильно поддерживает. И я видела ваши отзывы. Считаю, что лекции для дошкольников надо делить. Хорошо, учтем. Так, всегда при встрече. Я вижу тут люди, которые регулярно смотрят наши лекции, и мне приятно их видеть. Друзья мои, большое вам спасибо за благодарные слова. Что вы возьмете с собой вот в первую очередь из этого вебинара? Вот прямо сегодня и сделайте. Приятная улыбка, да. Приятная улыбка, да.